Здравствуйте! Вы смотрите новости на CBC. Меня зовут Руфат Халафов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем. Удастся ли закрепить достигнутый прогресс и сделать шаг на встречу к мирному договору? В Москве ожидается трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. Межпарламентская дипломатия. Дерегация парламента Азербайджана во главе с председателем Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Республике Сербия. За кампанией без информации в адрес Турции в ходе выборов стояли те, кто не могут добиться явки даже половины избирателей на голосовании в собственных странах, заявил Раджептай Эфербаган, комментируя обвинения в наличии диктатуры в Турции. Политика Азербайджана по трансформации рынка труда в рамках Четвертой индустриальной революции позволит создать в стране к 2025 году 42 тысячи новых рабочих мест, считают эксперты Азиатского банка развития. Президент Азербайджана Эльхам Алиев находится с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Ожидается, что азербайджанский лидер проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках визита также запланированы двусторонние и трехсторонние встречи главы азербайджанского государства с российским коллегой в формате Азербайджан-Россия-Армения. Между тем, российская столица принимает саммит Евразийского экономического союза. Известно, что президент Азербайджана Эльхам Алиев примет участие в общем собрании в качестве гостя. В российской столице сегодня пройдут переговоры с участием президента Азербайджана Эльхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Планируется рассмотрение вопросов, касающихся положений мирного договора. Эксперты ожидают позитивных подвижек в переговорном процессе, учитывая активизацию двусторонних встреч. Последние заявления армянского премьера дают надежду на то, что Ереван готов отписать мирный договор с Баку. На прямой связи со студией российский доктор политических наук Татьяна Полоскова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Май стал очень активным и в переговорном процессе. Встречи сторон происходят сразу на нескольких площадках, а посредниками параллельно выступают Вашингтон, Брюссель, Москва. Каких результатов следует ждать от этих контактов и какая переговорная площадка эффективнее и ближе интересам Азербайджана? Ну, мы сейчас наблюдаем действительно парад переговоров за прошедший месяц. Я считаю, что любая переговорная площадка – это гораздо лучше, чем война. Как говорил Громыков, лучше 100 лет переговоров, чем, по-моему, один день войны. Он так говорил, но я согласна с этим. Может быть, и точно процитировала. Но здесь самое главное другое дело в том, что ведь Азербайджан готов к началу процесса подготовки мирного договора, его подписания, был готов сразу после окончания 44-дневной войны. Роль несговорчивой невесты, которую все уговаривают хором, уже все страны, по-моему, включились, кто мог – это Армения. И когда Пашинян сделал заявление, что да, он готов признать, ну, так, пожалуйста, приезжай в Армению, заявляй публично на парламенте и в прессе для народа, что ты готов признать, создавай комиссию по демаркации границы и готовь ей создавать эту двустороннюю группу по подготовке, подписанию мирного договора. Да он же это не делал. Он это не делает в силу разных причин. Первая причина, ну, Пашинян все-таки не диктатор. Слава Богу, чтобы вот он сказал, и все сразу подняли руки за, и все это свершилось. Это процедура должна быть. Это первое. Второе – далеко не все депутаты парламента Армении приветствовали его заявление. Ряд депутатов вообще обвинили его в предательстве. Сказали, что он, в общем, враг Армении, ну, прочая известная риторика. Очень неоднозначная реакция в самом Карабахе. Вот. Но самое-то интересное, что, в общем-то, очень любопытную реакцию проявляют экстраэксперты, армянские эксперты, с которыми я разговаривала. Ну, фамилию называть не буду, но, поверьте, люди уважаемые. Они говорят, ну, чего, с севером мы никуда не уйдем. Что там имеется в виду под севером, понятие растяжимое, хотелось бы понять. А главное еще продержаться 10 лет. Почему 10, не 5, не 15, я не знаю. Из этого я делаю такой вывод, сейчас я закончу, вопрос, что работы с армянским обществом и армянскими политиками нормальные, не велось и не ведется. Пашинян заявляет, что угодно вне Еревана, но вот если он сейчас приедет после этих переговоров, публично это заявит и от болтовни перейдет к делу, тогда мы посмотрим, какая будет реакция. Я вас уверяю, Пашиняну выгодна любая реакция армянского общества. Если его поддержат, он скажет, вот видите, я решила вопрос, а если нет, он скажет, ну, извините, я хотел. Ситуация непростая, и работать надо уже не с Пашиняном, а работать должно гражданское общество Азербайджана, России и других стран с гражданским обществом Армении. Им надо разъяснять, что ребята, ну, у вас часы уже тикают. Вот я это так вижу. Ну, то, что вы все описываете, это называется двойственная политика, которую Армения очень активно ведет. И вот за последние недели Никол Пашиняна и другие государственные деятели Армении не раз заявляли о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана. И отсюда возникает вопрос, какое место московский раунд переговоров займет в череде вот этих последних встреч в том, что касается мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Я еще хочу сказать, что констатация признания еще не означает подписание договора. Когда будет договор, кстати, пускай не забудут, как бы не забыть еще о территории Азербайджана, которые, в общем-то, раздали кому не след. Когда Азербайджан выходил из состава Советского Союза, у него была потеряна значительная часть территории. Вот пускай эти храбрые армянские депутаты, которые готовы поддержать господина Пашиняна, пусть они проломбируют быстрейшее подписание договора. Но московское, хотя московские, конечно, переговоры не повредят, но каких-то грандиозных подвижек я не ожидаю. Понимаете, в Москве сейчас крайне сложно выступать в роли миротворца. Я так обтекаемо скажу, когда у нас по территории уже бегают не только диверсионные отряды соседней страны, как по Белгородской и Курской территориям, об этом уже губернатор заявил, на что тут, уже что скрывать-то. Ну и так называемый добровольческий корпус, там, освободительный, русский, боюсь перепутать. Вот, каким мы можем заниматься миротворчеством за пределами своей страны, нам бы у себя порядок навести. Вот у меня, между прочим, где я сейчас нахожусь, сейчас я не в Москве, у меня 400 километров до Белгородской области. Вот, естественно, я уже думаю и беспокоюсь. Поэтому, не знаю, ну, помогут, помогут. Что касается ДКБ, ну, я сама не в восторге от этой организации, честно могу сказать. Она, по-моему, себя и желает. Ну, не Пашиняну судить. Ну, Татьяна Викторовна, вот, Азербайджан и многие мировые эксперты не раз заявляли о том, что двусторонние встречи послужат катализатором в мирном урегулировании конфликта. Однако, армянская сторона не соглашается с таким мнением и вместо этого, вместо того, чтобы пойти на двустороннюю встречу, постоянно ищет посредника на Западе. Почему же Армения придерживается именно вот такой риторики? Ну, потому что они не хотят ничего подписывать и ничего отдавать, поскольку для нынешней армянской элиты это равносильно смерти. Но если они этого не сделают, это будет смерть Армении как государства. И трагедия армянского народа, и он просто рассосется, разбежется по диаспоре, его не будет. Но в данной ситуации для армянской элиты важнее, простите, собственные интересы, чем интересы своего народа. Ну, в конце концов, есть такое понятие принуждение к миру. Если бы они просто не хотели подписывать, а мир бы там сидели и что-то бы там бубнили, простите, на своем парламенте, это одно, но там же провокации устраиваются. Поэтому здесь, я считаю, потом мне вообще, знаете, свое предвзятое мнение господину Пашиняну, я вообще считаю, что он взялся не за свое дело. Он вот тут возмущался, что Мария Захарова его комментирует, ну, господин Пашиняна, гражданин Пашиняна, назовем так уже, да. Вот, простите, вы публичное лицо, у нас любой человек может вас комментировать. Не только Мария Захарова, не только я на телевидении, ну, простите, простой там рабочий, я не знаю, Виген там какой-нибудь, Арменович, вот, с автобазы армянской, может публично прокомментировать ваши действия. Вы уж как-нибудь нас терпите, привыкаете, господин Пашиняна. Ну, это полный непрофессионализм, ну, что мы хоть хотим с человека, который занимается тем, он не понимает, чем он занимается, пускай и не обижается. Ну, вот, как раз говоря, премьер-министр Армении Николай Пашиняна, возникает вопрос, если Пашинян все-таки подпишет мир с Азербайджаном, как это повлияет на его политическую карьеру, и вообще были слухи и грозили, что его армянский народ, ну, просто-напросто уничтожит, если говоря, цитата уничтожит. Давайте вспомним одну прекрасную ночь после завершения 44-дневной войны, когда Пашиняна ловили по всему Еревану, он где-то прятался, но чисто мужской поступок, ну, что, прятался и сейчас прячется. Ну, если без шуток, вот я, так сказать, скажу, с чего начала. Ему сначала надо было создать группу. Если я серьезно хочу с кем-то наладить отношения, с человеком, со структурой, еще с кем-то, я сначала создаю, формирую группу поддержки. У него должны были быть созданы группы поддержки в самой Арвении, а этих групп-то нет, их не видно. И поэтому я думаю, что Пашинян просто играет в такую, знаете, мелкую детскую игру, выезжая за границу, говорит одно, потом приезжает домой и закрывает себя руками и говорит чик-чик, я в домике. Ну, это долго не продлится. Поэтому я думаю, что, в принципе, ему все-таки придется или пожертвовать своей политической карьерой, ну, подписать это, или будут последствия. Кстати, между прочим, ну, хорошо, даже он подпишет. Я не знаю процедуры подписания таких договоров в Армении, там проходят где-то через комитеты парламента, как все это вообще происходит. Как-то же происходит, не так. Ну, с другой-то стороны, хорошо, а если он это подпишет, потом уйдет в отставку, выберут другого человека, он скажет, да я вообще не хочу это даже видеть и слышать. Там общество не готово. Вот заниматься надо обществу. И просто им надо объяснять, господа, ну, вы думаете, в конце концов, о себе, а не только как Пашинян там выглядят. Ваше хорошо, ваше, что ваши сразу были готовы. Азербайджан сразу был готов заняться демаркацией и прочими вопросами. Поэтому все это в копилку Азербайджану, какой и какие бы итоги переговоров не были, подтвердит он, что он готов там, будет он про ОДКБ рассказывать, на Захарову жаловаться, что он там выберет темой предмета. Не подтвердит. Это все равно плюс внешней политики Азербайджана. Он все делает правильно. Татьяна Викторовна, я вас благодарю за ваши ответы и напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был доктор политических наук Татьяна Викторовна Полоскова. Спасибо вам. Визит президента Азербайджана в Москву отслеживает моя коллега на прямой связи со студией Эльмира Мусазаде. Эльмира, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Продолжается визит президента Азербайджана Альхама Алиева в Москву. Здесь в эти дни проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимают участие и глава Азербайджанского государства в качестве почетного гостя. При этом здесь нужно понимать, что речь о вступлении Азербайджана в ЕАЭС не идет, хотя, безусловно, Азербайджан является важной страной, в том числе и для стран-участниц этой организации. Азербайджан — страна, которая традиционно связывает восток и запад, страна, по которой проходят довольно важные транспортные коридоры, такие как север-юг, восток-запад. И, безусловно, это все играет важную роль в новых непростых геополитических реалиях. При этом у Азербайджана, несмотря на то, что он не является участником этой организации ЕАЭС, у него довольно тесное отношение со многими из участниц, за исключением, пожалуй, Армении. Здесь нужно понимать, что среди участников также есть и страны Центральной Азии, с которыми Азербайджан в том числе и взаимодействует в рамках организации тюркских государств. Помимо этого, также довольно тесно налажены двусторонние контакты. В частности, можно вспомнить взаимные визиты лидеров как Центрально-Азиатских стран, так и президента Азербайджана, к примеру, в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, которые проходили в прошлом году. И действительно обсуждался довольно широкий круг вопросов, в том числе и расширение экономического партнерства. И, конечно, в этом контексте те проекты, которые инициируют и активно продвигает Азербайджан. Один из таких проектов, которые Азербайджан поддержал практически с первых дней, это проект «Шелково пути. Один пояс, один путь». И здесь товары различного назначения могут, к примеру, поставляться из Китая через страны Центральной Азии, через Азербайджан, который может стать как раз-таки таким транспортным логистическим хабом в Турцию и затем дальше в Европу. И, безусловно, страны региона, как Центрально-Азиатского, так и Южного Кавказа заинтересованы в таком углублении такого сотрудничества. Здесь нужно еще подчеркнуть, что транспортная сфера сейчас является наиболее перспективной для тюркского мира. И даже звучали заявления лидеров тюркских стран о том, что Зангизурский коридор станет таким коридором, который будет соединять весь тюркский мир. Безусловно, для Азербайджана это перспективно, это очень важное направление для развития сотрудничества. И в этом контексте можно вспомнить, что Азербайджан является в том числе и партнером по диалогу, почетным гостем, к примеру, на саммите ШОС, который проходил осенью прошлого года в Самарканде. И там также были контакты президента Азербайджана с представителями Центрально-Азиатских стран, а также с председателем КНР. И говорилось в том числе о таких перспективах взаимодействия, о новых возможностях и новых точках соприкосновения. В этом контексте, безусловно, Азербайджан является важной страной, которая может в том числе сыграть роль такого важного транспортного хаба. Помимо этого, безусловно, энергетическая безопасность, важный вклад, который вносит Азербайджан в эти дни, делает Азербайджан тем важным партнером, с которым сегодня стремятся сотрудничать. Здесь нужно подчеркнуть, что ЕАЭС, эта организация, давно приглашала Азербайджан в свои ряды, однако Армения всячески выступала против. И, несмотря на это, мы видим, что в этом году президент Азербайджана все-таки принял участие в качестве почетного гостя. Это не первый раз, когда Азербайджан своей многовекторной политикой и решительностью продвигает свои национальные интересы. Здесь я бы хотела в том числе еще и подчеркнуть, что сотрудничество, к примеру, с Европейским союзом также основывается именно на принципах нейтралитета и суверенитета, которого изначально всегда придерживался Азербайджан. И, к примеру, говоря про Европейский союз, тут нужно понимать, что Армения традиционно пыталась изменить трехсторонний формат, который уже наладился между Азербайджаном, Арменией и, к примеру, Европейским союзом. Армения хотела превратить его в четырехсторонний, добавив туда в том числе и президента Франции Эммануэля Макрона. Однако, вот, прошлая встреча в Брюсселе, которая прошла не так давно, показывает, что все-таки Азербайджан решительно настоял на своем, и президент Франции все-таки не присоединился к этому формату. Сегодня также ожидаются такие трехсторонние контакты, но уже с президентом России Владимиром Путиным ожидается, что будут обсуждаться в том числе и вопрос о подписании мирного соглашения. Это то, что действительно находится на повестке дня. Две стороны говорят о том, что они приблизились к возможному подписанию мирного соглашения. И, несмотря на то, что есть определенные разногласия по ключевым вопросам, об этом сказали стороны, как после встречи, которая прошла в Вашингтоне, тогда встречались главы МИД, так и после встречи в Брюсселе. И вот все-таки есть какие-то взаимные точки соприкосновения, те моменты, над которыми можно работать. Ожидается, что сегодня также будет обсуждаться делимитация и демаркация государственной границы, а также разблокировка транспортных узлов. Это именно те положения, которые Азербайджан в том числе выдвинул Армении. Я напомню, там пять пунктов, согласно этим пунктам, и должен быть подписан мирный договор. Армения ответила на это предложение Азербайджана тем, что она предлагает дополнить этот, как я понимаю, уже имеющийся на столе переговоров документ и, соответственно, расширить его. Судя по всему, как раз-таки это будет обсуждаться, но вот уже известно, что сегодня будут проведены двусторонние встречи, как один на один президента России Владимира Путина с лидерами южнокавказских стран по отдельности, а также ожидается трехсторонняя встреча, и экспертное сообщество ожидает, что, скорее всего, будут сделаны какие-то заявления. Ну, а наша съемочная группа продолжит отслеживать ход этого визита и передавать оперативную информацию. Благодарю тебя, Эльмир. На прямой связи со студией из Москвы отслеживает трехстороннюю встречу президентов Азербайджана, России и Армении, премистр Армении Эльмир Мусазаде. Находящийся с официальным визитом в Исламской республике Пакистан, первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Белиев посетил оборонную палату парламента и встретился с федеральным министром обороны этой страны. Было отмечено, что Азербайджан и Пакистан оказывают взаимную поддержку по всем вопросам, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация и новые вызовы в регионах расположения Азербайджана и Пакистана порождают необходимость укрепления двустороннего военного сотрудничества. Стороны также обсудили вопросы проведения совместных учений сотрудничества в области оборонной промышленности, в том числе ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и подчеркнули важность дальнейшего расширения военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Делегация во главе с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Сербию. В Белграде запланированы встречи спикера Азербайджанского парламента с президентом Сербии, спикером Национальной ассамблеи и премьер-министром этой страны. В рамках своего визита запланировано участие делегации в мероприятии, посвященном 28 мая, Дню независимости Азербайджанской республики. Сегодня в Агдаме между агентствами Азербайджана по разминированию и программой развития ООН проходит вторая конференция по разминированию борьбы с минной угрозой и устойчивый путь ведущей к стабильности. За ходом конференции следит мой коллега на прямой связи со студией Сулейман Калимулин. Сулейман, здравствуй. Добрый день, Руфат. Да, действительно, наша съемочная группа сейчас находится в Агдаме. И здесь, в Агдамском конференц-зале сегодня прошло мероприятие, организованное агентством по разминированию Азербайджанской республики и ООН. Мероприятие называлось «Борьба с минными угрозами. Путь к устойчивому развитию». Основная цель конференции была проинформировать мировое сообщество о опасности мин на территории Азербайджана. Хочу отметить, что на конференции принимали участие более 160 официальных лиц из более чем 50 стран мира, в том числе это экс-главы государств и правительств, депутаты различных парламентов и представители штаб-квартиры ООН. Также в мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана и люди, пострадавшие от минной опасности. Хочу напомнить, что в результате Второй Карабахской войны Азербайджан смог восстановить территориальную целостность и столкнулся с очень серьезной проблемой. Это минная угроза. На данный момент в Азербайджане проводятся широкомасштабные работы по устранению минной опасности на территории всего Карабахского экономического района. И, как сообщают представители АНАМА, именно Физулинский и Агдамский район, где мы сейчас находимся, являются наиболее опасными районами. Это было отмечено и сегодня. И также говорил, что одной из самых главных проблем на данный момент являются мины, так как они подрывают процесс широкомасштабных работ по строительству инфраструктуры на освобожденных территориях. Это жилые комплексы, школы, объекты для культурных мероприятий и, соответственно, для возвращения на свои родные земли уже бывших вынужденных переселенцев. В ходе мероприятия также было отмечено, что изготовление одной наземной мины может стоить всего один доллар, при этом ее обезвреживание более тысячи долларов. Об этом отметил резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. Азербайджан столкнулся с минной угрозой после Второй Карабахской войны, в результате которой смог восстановить свою территориальную целостность. И на сегодняшний день уже 302 гражданина Азербайджана подорвались на мине. К сожалению, 57 человек погибли. При этом Анама проводит широкомасштабные работы по разминированию всего Карабахского экономического района. На сегодняшний день 88 260 мин и неразорвавшихся боеприпасов было обнаружено на территории Карабаха. И более 80 тысяч гектаров уже полностью очищено от мин. Сотрудники Анама сообщают, что они стараются регулярно улучшать свои технические составляющие. Это аппараты миноискателей. Также весной этого года в Азербайджан прибыли 5 собак-миноискателей из США. На этом у нас пока все. Передаю слово вам, Руфат. Сулейман о второй конференции по разминированию рассказал Сулейман Калимолин. Из города Агдам. Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в зарубежных представительствах Турции. Количество избирателей, принявших участие во втором туре, превысило число голосовавших в первом туре, став рекордным. Об этом сообщила высшая избирательная комиссия Турции. Представитель правящей партии «Справедливости и развития комиссии» Раджеп Озель утверждает, что число пришедших на участие избирателей превысило 1,89 миллиона человек, в то время как в первом туре это число составляло 1,84 миллиона. В первом туре голосования за рубежом шло почти две недели, во втором туре – четыре дня. В некоторых странах на выборы были отведены сутки. На программпунктах голосование закончится одновременно с закрытием участков самой Турции, то есть в 17.00 в это воскресенье. Президент Турции Раджеп Таип Эрдуган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов. Его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Калыч Даруглу – 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. О подготовке и в ходе второго тура президентских выборов расскажет наш коллега на прямой связи со студией из Анкары. К нам будет подключаться наш специальный корреспондент Турал Асади. А мы продолжаем. Итоги голосования на выборах президента и парламента 28-го созыва развеяли утверждение о наличии диктатуры в Турции. Мир увидел, что попытки манипуляции общественным мнением путем публикации в отдельных зарубежных СМИ не смогли повлиять на волю турецкого народа. Об этом говорится в публикации президента Турции Раджеп Таип Эрдугана, размещенной в соцсетях. Эрдуган напомнил, что определенные круги в преддверии выборов пытались раздуть ложи наличия диктатуры в Турции. Политик подчеркнул также недопустимость заигрывания сепаратистами и террористами во имя достижения политических целей. Голосование в первом туре выборов показало уровень, которого достигла турецкая демократия за 21 год. Этот успех принадлежит всем 85 миллионам жителей Турции, каждому, кто пришел на избирательные участки, вне зависимости от политических взглядов. Уверен, что благодаря этим выборам мы сообща добьемся развития страны. Турецкая журналистка Нагихан Алчи выступила с обвинением в адрес бывшего кандидата на пост главы государства Турции Синана Угана, который ранее объявил о поддержке Раджеп Таип Эрдугана во втором туре президентских выборов. В публикации в своем аккаунте в Твиттер она оспаривает этническую принадлежность Угана. В свою очередь Синана Уган жестко ответил на клевету Алчи в своем аккаунте в Твиттер. Ответим, что в 2009 году Нагихан Алчи незаконно посетила Карабанский регион Азербайджана с целью поддержки армянского сепаратизма, в связи с чем была включена в перечень нежелательных лиц республики. Она единственная гражданка Турции, попавшая в черный список Азербайджана. Четыре года спустя имя журналистки было исключено из него. Она также пыталась ввести в турецкой прессе антиазербайджанскую кампанию. Кроме того, в Турции Алчи известна как журналистка, которая работает на зарубежные страны в ущерб интересам своей родины и получает финансовую поддержку от фонда Джорджа Сороса. Нагихан также являлась сотрудницей международной кризисной группы. Второй тур президентских выборов в Турции пройдет уже в это воскресенье, 28 мая. О том, как готовится сторона к выборам, расскажет наш корреспондент с прямой связи из Анкары Турал Асади. Турал, здравствуй. Добрый день. Да, действительно, уже три дня осталось до проведения второго тура выборов в Турции, президентских выборов. И вот с этой точки зрения, да, сторонники и Раджи Патай Пардогана, действующего главы государства, и Кемаля Калыч, второго глава оппозиционного кандидата, они уже, можно сказать, готовы. И сами вот лидеры, кандидаты все чаще призывают избирателей направиться в выходные, в воскресенье на избирательные участки и голосовать за своего кандидата, проявить большую активность, потому что вот согласно некоторым сообщениям, даже вот сами кандидаты об этом говорят, ожидается, что вот в явке может быть некий спад, и это, безусловно, может сыграть некую негативную роль для обоих кандидатов. И с этой точки зрения, вот Раджи Патай Пардоган несколько раз в своих интервью призывал своих избирателей быть активными, вот 28 мая, с такой же целью и с таким же призывом выступал и Кемаль Калычторолу, и его сторонники, официальные представители его партии, его фракции. И вот как раз-таки 28 мая уже состоится второй тур выборов. А я напомню, что вот вчера, 24 мая, уже завершился, значит, этап голосования для граждан Турции, которые проживают за рубежом, порядка двух миллионов человек проголосовали в рамках второго тура президентских выборов. Данные результаты будут оглашены уже непосредственно, как обычно это бывает, в день голосования. Например, в первом туре зарубежные, скажем так, голоса, они были подсчитаны уже к концу дня. Даже на второй день продолжался подсчет вот голосов, которые были даны за рубежом. И это также сыграло важную роль для того, чтобы Реджеп Тайпер Даган набрал больше голосов, чем свой оппозиционный оппонент. Напомню, что у Реджеп Тайпер Дагана в первом туре было почти на 2,5 миллиона голосов, больше, чем вот у Кемаля Калачетару Глу. Он об этом говорил даже вот в ночь с 14 на 15 мая Реджеп Тайпер Даган в Анкаре, когда выступал перед своими избирателями, что мы этого добились в первом туре, необходимо сохранить этот результат, это разница и во втором туре тоже. И вот действительно уже 28 мая вот станет известно, сможет ли Реджеп Тайпер Даган, например, сохранить данный отрыв и набрать даже вот по их утверждению еще больше голосов и стать, вновь стать очередным главой государства. Но между тем, Кемаль Калачетару Глу тоже настроен оптимистично, он уверен, что вот его избиратели, в частности, вот молодежь тоже проявят большую активность, и он, наконец, сможет стать вот главой Турецкой Республики. Он вот как раз недавно вот на эту тему опять снова говорил, в его адрес мы, безусловно, слышали ряд обвинений касательно того, что он собирается, скажем, в бесплановом порядке отправить обратно сирийских беженцев, ряд других вопросов, по которым его критикует. И он вот как раз-таки, отвечая на эти вопросы, заявил, что у них есть вот план, но он опровергал некоторые другие обвинения. Но между тем, тем не менее, вернее, 28 мая турецкий народ уже сделает свой выбор. А я напомню, что речь шла здесь также о том, кого, например, поддержит Синану Ган, третий кандидат в первом туре выборов президентских в Турции, и мы уже знаем, что Синану Ган призвал своих избирателей поддержать Реджепатай Пардогана, а вот председатель партии, которая входила в АТА-Альянс Синану Ган, Митоз Дах, решил, что они будут поддерживать Кемаля Калачдарову. То есть, здесь голоса у АТА-Альянса разделились на двое, можно сказать. Часть избирателей, наверное, будет поддерживать Реджепатай Пардоган, а часть, возможно, Кемаля Калачдарову. Но, тем не менее, сказать, что и Синану Ган, и Митоз Дах уверены в том, что их избиратели будут голосовать за тех, за кого они призывают их голосовать, здесь утверждать мы не можем, точно говорить об этом до сих пор невозможно, потому что это вот та прослойка избирателей, которые могут изменить свое мнение и, безусловно, проголосовать за того кандидата, за которого посчитать нужным. И вот с этой точки зрения очень интересно будет наблюдать за вторым туром голосования 28 мая и, безусловно, дальше будем сообщать нашим телезрителям о развитии событий, касательно выборов в Турции президентских РФА. Спасибо, Турал. О втором туре президентских выборов, которые состоятся через три дня в Стамбуле, рассказал мой коллега Турал Асадим. Москва вновь обвиняет Ереван в недружественной риторике. Вчера армянский премьер Пашинян нахамил официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, а сегодня министр обороны Армении Папикян проигнорировал заседание ОДКБ. Россия уверена, что военно-политическое руководство Армении портит отношения с Кремлем в угоду Западу. Пашиняна просто подставили. Так, дипломатические источники Армении прокомментировали российским СМИ последние высказывания Николы Пашиняна о Марии Захаровой. Накануне армянский премьер в ответ на критику официального представителя МИД России заявил, что пресс-секретарь внешнеполитического ведомства не может комментировать его слова, а должна просто принимать их сведенью. В России Пашиняна обвинили в недружественной риторике и призвали ворчапета, угодившего в очередной политический скандал, нести ответственность за свои слова. Российские государственные СМИ обращают внимание на тот факт, что в самом Министерстве иностранных дел Армении постоянно комментируют заявления руководителей других стран. Журналисты загнали МИД Армении в тупик вопросом, почему им можно, а другим нельзя. Последовали хамские достаточно заявления Пашиняна. Ну, вот все это в сухом остатке обозначает, что тренд на отрыв от России и дрейф на запад стали уже мейнстримом армянской политики. Полагаю, это должно привести Москву к более четкому осознанию существующих реалий на Южном Кавказе. Пора понять, что вот эти мантры о братском христианском народе, о вековой дружбе, это не более чем мантры, за которыми скрываются достаточно циничные и подлые расчеты нынешнего армянского руководства. Сидеть сразу на нескольких стульях. Обмен политическими колкостями разгорелся вокруг ОДКБ. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что военная организация уже покинула или, по крайней мере, уходит из Армении. В свою очередь, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала позицию армянского премьера непонятной и призвала его учитывать опасность манипулирования словами. Прокремлевские телеграм-каналы также раскритиковали высказывания Пашиняна. К слову, недружественная риторика армянского премьера в адрес России совпала с приездом в Армению ряда западных политиков. Среди них представители Минобороны США, Министерства юстиции США и Американского агентства по международному развитию. Армения демонстрирует все более и более отдаление от России и от ДКБ, свидетельством, чему являются целый ряд последних событий. Понятно, что Пашинян делает ставку прежде всего на западные центры силы, такие как Франция, США и Евросоюз. Натянутые отношения между ДКБ и Арменией подтвердило и отсутствие главы армянского оборона ведомства на заседании Совета глав Минобороны военной организации. По традиции, армянская сторона решила заявить о неучастии министра за минуты до начала мероприятия. Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях, оперативной и боевой подготовке в рамках ДКБ. Он также обвинил Запад в попытке вытеснить Россию с Южного Кавказа. В качестве примера подобной деятельности Шойгу привел так называемую гражданскую миссию Евросоюза в Армении, подчеркнув, что она включает в том числе военных и сотрудников спецслужб различных стран Европы. Мы продолжим новостями экономики, которую представит моя коллега Анастасия Панарина. В рамках переговоров с инвесторами по проектам возобновляемой энергетики в Азербайджане важно согласовывать контракты и минимизировать риски сторон, участвующих в проектах. Также имеет большое значение признание эффективности проектов международными финансовыми институтами, и включение необходимых условий в контракты. Об этом заявил заместитель директора государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Айюн Зейналова на проходящем в Баку семинаре согласование основных условий контрактов, заключаемых с инвесторами и минимизация рисков. Мероприятия, организованным агентством совместно с представителями международной финансовой корпорации и юристами международной юридической фирмы, приняли участие представители Министерства энергетики, Центрального банка и Агентства по регулированию энергетических вопросов. К 2025 году в Азербайджане может быть создано 42 тысячи новых рабочих мест. Согласно исследованию Азиатского банка развития, это станет возможно благодаря реализации страной перспективной политики в отношении рынка труда, которая поддерживает трансформацию в рамках четвертой индустриальной революции. Принятие искусственного интеллекта, автономных роботов и других прорывных технологий может привести к созданию почти 15 тысяч новых рабочих мест, обрабатывающих сельскохозяйственной промышленности, и 27 тысяч вакансий в сфере транспортировки и хранения. Об этом говорится в аналитическом выпуске покорения четвертой индустриальной революции посредством развития навыков в секторах, демонстрирующих высокий рост в Центральной и Западной Азии. Эксперты Азиатского банка развития оценили потенциальное воздействие рабочих мест, созданных и замещенных новыми технологиями в Азербайджане, Пакистане и Узбекистане. Ожидается, что четвертая индустриальная революция внесет существенные изменения в рынок труда и навыков, требуемых ведущими секторами экономики Азербайджана. Учитывая потенциальные выигрыши для рабочих мест и продуктивности, критически важно, чтобы страна инвестировала в навыки и обучение с целью полного освоения выгод трансформационного эффекта. По мнению аналитиков банка, принятие технологии четвертой индустриальной революции в обрабатывающей сельскохозяйственной промышленности может привести к увеличению производительности труда на 49% в период с 2020 по 2025 годы. Также компании сферы транспортировки и хранения ожидают общее увеличение производительности на 41%. Азербайджан для Белоруссии является исключительно важным и надежным партнером как в двухстороннем формате, так и на международных площадках. Такое мнение высказал вице-премьер Белоруссии Леонид Заяц. Он отметил, что благодаря успешной внутренней и внешней политике Азербайджан стремительно развивает экономику, укрепляет государственность и свою роль на международной арене. Более того, страна уверенно движется курсом, который намечен ее лидером и всецело поддержан народом, подчеркнул вице-премьер. Он также обратил внимание, что двухсторонние отношения развиваются по всем направлениям. Взаимовыгодное экономическое сотрудничество является флагманом дальнейшего развизия отношений между Белоруссией и Азербайджаном. Мы продолжаем наращивать взаимные поставки по основным товарным позициям. Кроме того, у нас развивается промышленная кооперация и расширяется спектр совместно выпускаемой продукции. Президент Турции Реджептай Портоган аннулирует неоплаченные счета за электроэнергию и газ части граждан страны. Речь идет о погашении задолженностей людей, чьи рабочие места и дома пострадали в результате мощнейшего землетрясения, произошедшего в Турции в феврале этого года. Глава государства подписал соответствующий документ, согласно которому те счета за оказанные коммунальные услуги, которые до сих пор не были оплачены, аннулируются. Напомним, что стихийное бедствие вызвало большие разрушения и десятки тысяч жертв Турции и Сирии. В десяти городах Турции, где произошло землетрясение, было объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Причиненное экономике и населению ущерб оценивается более чем в 105 миллиардов долларов. Турецкие суда, которые остались заблокированными в портах Украины из-за военных действий, вернутся в течение 5-10 дней. Об этом сообщил замруководителя главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш. Речь идет о шести кораблях, оставшихся в украинских портах с конца февраля прошлого года. По словам Юсуфа Каракаша, ситуация с этими судами мониторится Министерством торговли и совместных координационных центров. К настоящему времени в рамках так называемой зерновой сделки было перевезено почти 30 миллионов тонн зерна, сообщил также координатор. Турция, Китай и Испания приняли больше всего судов с продовольствием. В общей сложности Турция приняла 222 судна, а 420 судов прошли через турецкие воды в рамках работы зернового коридора. Организация экономического сотрудничества и развития оказывает поддержку Туркменистану посредством индикаторов упрощения процедур торговли. В этом сообщил местным СМИ руководитель проектов по странам Центральной Азии, директората ОССР по глобальным отношениям и сотрудничеству Грегале Леком. По его словам, поддержка Туркменистану оказывается в рамках проекта по упрощению процедур торговли в Центральной Азии. На июнь запланировано онлайн-совещание рабочей группы с правительством Туркменистана для обсуждения результатов и областей возможных реформ. В то же время в ОССР в рамках мониторинга Центральной Азиатского проекта «Улучшение правовой среды для бизнеса» оценивается процесс этой работы в Туркменистане. На данный момент организация активно сотрудничает с правительством страны, а также с представителями частного сектора в сфере МСП, торговли и транспортного сообщения. Индикаторы упрощения процедур торговли позволяют определить толчки приложения, усилий и оценить возможные результаты реформ в данной области. Они были разработаны ОССР для помощи правительствам в оптимизации пограничных процедур, снижении торговых издержек, увеличении торговых потоков, а также получении дополнительных выгод от международной торговли. Международное агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг эмитента США в иностранной валюте в список Rating Watch негативный. По сообщению агентства, это связано с угрозой дефолта. В то же время, Fitch ожидает, что даже в таком случае страновой потолок останется на верхнем уровне ААА. Это обосновано тем, что доллар является ведущей мировой резервной валютой. Так что в агентстве считают минимальными валютный риск и контроль за движением капитала. Рейтинги США также получают очень сильную поддержку в виде масштабов экономики страны, высокого показателя ВВП на душу населения и динамичной деловой среды. В релизе Fitch говорится, что статус негативный отражает возросшую политическую предвзятость, которая мешает принятию решения о госдолге, несмотря на приближающуюся дату X. Так в агентстве называют день, когда истощатся возможности казначейства США по принятию экстренных мер для погашения долга. 19 января его лимит составил 31 трлн 400 млрд долларов. Минфин США начал принимать экстренные меры, чтобы не превысить лимит, но их срок ограничен началом июня. Несмотря на скорый кризис, Белые дома и республиканцы не договорились по этому вопросу. Фич Рейтингс по-прежнему ожидает разрешения вопроса о лимите госдолга до X даты. Тем не менее, мы полагаем, риски того, что лимит долга не будет повышен или приостановлен до X даты, возросли. И, следовательно, правительство может начать пропускать платежи по некоторым своим обязательствам. Балансирование на грани потолка долга, неспособность властей США осмысленно решить среднесрочные фискальные проблемы, которые приведут к росту бюджетного дефицита, и растущее долговое бремя сигнализируют о рисках снижения кредитоспособности США. В то же время в агентстве отмечают, что неспособность США произвести полные и своевременные платежи по долговым ценным бумагам маловероятна. Однако дефолт по долговым обязательствам, согласно критериям ФИЧ, приведет к понижению суверенного рейтинга дефолта эмитента. И, соответственно, будут понижаться рейтинги всех затронутых долговых ценных бумаг в стране. Мировой экономике не угрожает масштабная дедоларизация. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на Катерском экономическом форуме. В то же время она отметила, что доля доллара США в международных валютных резервах в настоящее время снижается. Если раньше доля американской валюты составляла 70%, то сейчас сократилась до 60%, отметила Кристалина Георгиева. Однако не ожидается быстрого изменения валюты мировых резервов, подчеркнула директор-распорядитель МВФ. У вас тоже все трясется? Основной резервной валютой, несмотря на растущее обсуждение действий стран по снижению их зависимости от доллара, известных как дедолларизация. Причина, по которой доллар является основной резервной валютой, обусловлена силой экономики США и глубиной их рынков капитала. Не надо пока целовать свои доллары на прощание. Кристалина Георгиева выразила уверенность в том, что США смогут избежать дефолта, несмотря на превышение потолка лимита госдолга. Директор фонда также призвала Центральные банки мира сохранять жесткую денежно-кредитную политику, чтобы избежать инфляционных рисков. История говорит нам, что США будут бороться с таким явлением, как дефолт. Страна найдет способ преодолеть этот вызов. Аналогично тому, как героиня сказки о Золушке находит выход из трудного положения. Не истечет еще 11-й час, как кризис будет разрешен. И я уверена, что мы еще раз увидим эту пьесу. Министр финансов Саудовской Аравии и Катара, участвующие вместе с главой МВФ в панельной дискуссии, согласились, что проблема госдолга США должна быть решена как можно скорее. Ну что ж, на этом у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. Спасибо, Анастасия. Новости экономики представила моя коллега Анастасия Панарина. А это были все новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, оставайтесь на CBC и служите CBC FM. Субтитры создавал DimaTorzok